Салют всем, кто обожает фотоискусство, и сегодня я хочу начать с поздравления. По итогам 2024 года плагины RetouchMe были признаны лучшим программным обеспечением для портретной ретуши на основе искусственного интеллекта, получив награду престижной международной премии TIP Award Awards. Заслуженное вознаграждение давайте пожелаем компании RetouchMe развития и чаще радовать нас новыми продвинутыми продуктами. А сегодня на обзоре новый плагин, который не оставит равнодушным никого. Итак, революционный бьюти-плагин Facemake для креативной ретуши портретов, который может воспроизводить красивый необычный мейкап и вносить легкие улучшения в черты лица, создавая тем самым уникальные и очаровательные образы. Из основных возможностей плагина Facemake стоит отметить улучшение симметрии и черт лица, подчеркивание женственности портрета, добавление макияжа на глаза, губы и скулы, создание романтических веснушек и замена текстуры кожи. Традиционно, как и все плагины RetouchMe, Facemake имеет гибкие и точные настройки, а интуитивно понятный интерфейс делает работу с ним легкой, комфортной и увлекательной. Технические характеристики включают в себя возможность работать как в качестве встроенного фильтра Photoshop, так и в виде отдельного приложения и использоваться с полноценным функционалом операционных систем и Windows и Mac OS. С финансовой точки зрения, как обычно, компания RetouchMe для нашего сообщества предоставляет солидную скидку и чтобы ее получить, нужно перейти на сайт разработчика по специальной реферальной ссылке, которую я оставлю в описании. Также есть бесплатный период, а для скачивания пробного ПО нет необходимости регистрировать банковскую карту. Достаточно регистрации по имеющемуся у вас профилю Google или Apple. Также не забывайте, что у RetouchMe есть отличный бесплатный плагин для ретуши методом частотного разложения, а обзоры на самые лучшие продукты компании у меня представлены в отдельном плейлисте. Вся дополнительная информация, а также набор пресетов в подарок от меня в описании к этому видео, а я перехожу на ПК. Мне привычнее работать в Photoshop и первым делом я создаю копию слоя, нажимаю сочетание клавиш Ctrl-J, далее перехожу в фильтры и выбираю здесь RetouchMe FaceMake. Слева у нас с вами представлена панель управления маской, справа параметры, которые позволяют внести изменения, портрет. И первой строчкой, что мы с вами видим, это лифтинг, это легкое небольшое омоложение, такая легкая подтяжечка лица. Здесь значение, конечно, можно изменять от 0 до 100%. Все будет зависеть от вашего портрета и от тех изменений, которые вы хотите внести в этот портрет. Также вы можете в этот портрет добавить женственности, сделать более мягкие, более легкие и нежные черты лица. А ползунком мужественность можете добавить немножко брутальности и сделать более острые, более четкие черты лица. Ну, это, конечно, на любителя и все будет зависеть от образа, который вы хотите получить в своем портрете. На этом портрете я применять его не буду. Также здесь есть ползунок сглаживания и ползунок губы. Ну, он вносит небольшие изменения, поэтому у меня вы на мониторе не увидите, поэкспериментируйте с этим сами. И верхней кнопочкой можно посмотреть, какие изменения добавил этот раздел. Далее переходим в макияж. Первый параметр, который нам предлагается изменить, это глаза. И здесь вы найдете от классических стрелок до легкой романтической такой дымки на веках. При помощи оттенка вы можете изменить тональность и цвет макияжа. А глубина от 0 до 100% поможет вам регулировать интенсивность данной настройки. Ну и, конечно же, глубина и оттенок. В разделе кожи вы найдете макияж, который искусственный интеллект красиво и точно наносит на скулы. И что мне здесь больше всего понравилось, это, конечно, превосходные веснушки, которые добавляют романтики, что ли, в портрет. Как бы делают его более необычным, более интересным. Ну и, конечно, также регулируется глубина и оттенок. Вы можете отдельно отключать каждый фильтр и смотреть на его изменения. А чтобы сравнить получаемую обработку с исходником, перейдите в левое меню и нажмите на самый верхний значок. Удерживайте его и вы получите фотографию, которая была до внесения каких-либо изменений. Далее у нас идет смещение. Здесь вы можете сделать побольше глаза, поуже носовую перегородку, сделать поменьше весь носик. Следующий раздел у нас текстура. Здесь можно выбрать тип текстуры и поработать с глубиной. Но это раздел, к которому я советую вам подходить крайне осторожно. И только если вы понимаете, что вы делаете. На своем портрете я его здесь применять не буду. И изменение формы вам позволяет различные предустановочные фильтры, которые добавляют на лицо улыбку или делают наоборот немного погрустнее или более романтическое выражение лица. Но тут, конечно же, уже все зависит от того, что вы хотите получить на выходе. И с этими параметрами я тоже вам советую работать очень осторожно. После того, как вы применили фильтр, обязательно поработайте с симметрией. Потому что если изменились глаза, у вас зрачки могут стать овальные. И вот как раз параметр симметрия позволяет вернуть вам параметры в нужное, симметричное, правильное для восприятия состояние. Теперь давайте перейдем в левый, самый верхний значок покажет нам, какое изображение у нас было до внесения всех корректировок. Итак, было, стало. Ниже значок, удерживая, мы можем здесь увидеть наложенную маску искусственным интеллектом. Самая нижняя кнопочка, выбираете ее. И просто при помощи мышки вы можете поправить эту маску, передвинув ее в нужное значение, чтобы получить правильную симметрию. Тогда косметика, мейкап и вся пластика будет ложиться более корректно. Ну и для того, чтобы вернуться в режим корректировки, можно опять нажать вот на этот крестик. И у вас появится обычный курсор. Самая нижняя панель. По умолчанию стоит авто. Плагин определяет у вас полнорастовой портрет или лицевой. Как правило, плагины RetouchMe очень редко ошибаются и автоматически определяют все правильно, все как нужно. После того, как вы внесли необходимые изменения, нажимаете кнопочку применить. И вот теперь уже можно посмотреть здесь, непосредственно в фотошопе было стало. До применения плагина FaceMake я фотографию абсолютно не обрабатывал. И, конечно же, всегда можно использовать другие плагины и поработать немножко с частоткой, убрать блики или сделать дополнительные необходимые улучшения, которые умеют плагины RetouchMe. На этом мой обзор подошел к концу. Желаю вам новых творческих высот. С вами, как всегда, был и остается Серджо и проект Art Photo Life. До новой встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»